Время пиков и банов. Поехали. Очень легко рассказываю. Значит, сейчас Павага переигрывает Ноупен Гольер, и обе команды выходят из группы без всяких проблем. Все. Вся аналитика. Спасибо огромное. Мы могли увидеть сетку, чтобы увидеть хотя бы... 3-0 у Ноупен Гольер, у Паваги 2-1. И у 2-2 уже. 2-2. То есть уже все понятно. 2-2? По-моему, 2-1, нет? Они... Нет, все правильно. 2-1, они одну проиграли, две выиграли. Все верно. Хорошо, что я здесь. Вот хорошо, что не было бы у меня. Что бы вы делали? Что-то не супер важно. Уже понятно, что кайпи вылетели. Да? Да. Что там? Какой дальше у нас? Теперь игра, скажем так, за престиж. Да. Строк Магнус. За Бангель Джаггера, Антимага. Могу вам рассказать рецепт салата Оливье на Новый год. Хотите? Давай чуть попозже. Давай. Давай все-таки драфты проанализируем. Все-таки аналитика дело очень важное. Серьезно? Конечно. Я уже 3 года не вижу ничего серьезного в аналитике. Но это на Рухабе. Возможно, благодаря тебе сегодня ничего не изменится как раз-таки. Спасибо. Значит, 400-600 грамм отварной колбасы. Примерно. Плюс-минус. Одна банка горошка консервирована обязательно должна быть. Шесть яиц. Две моркови. Я, конечно... Шесть средних картофелин можно еще взять. Но 6-5. Можно все-таки телефон как-то в аналитике убрать. Так, ладно. И соль. Алексей. Соль. Можешь ли ты попуститься? Нет. Короче, из интересного забанили Джакера-Антимага. Так бывает. Под Магнуса. А сами забрали Мортард. И еще Медуза, кстати, в баде. То есть вопрос, какой милишный код простался. Саша, а как получилось так, что Магнус и Фантомка в одном пике оказались? Очень просто. Там, получается, был Респирид на первый. И вместо того, чтобы забрать Гримстрока-Леща, они решили взять Гримстрока и Магнуса. Хорошо. А враг забрал Леща, не знаю зачем, но забрал. А во второй фазе почему бы не подбанить Фантомку? Потому что они забанили Джагера-Антимага-Джагера больше их боялись. Да, и при этом еще забанили. То есть забанили все героев под Магнуса, но один остался. У них он был на ФП, поэтому его так схватили. Что делать сейчас с Фантомкой? Вопрос остается открытым. Они тоже теперь об этом думают. На старте у тебя есть Фростшилд, а дальше что? Может быть, как и Илюха? А дальше у нас Террор Блэйд. Вот еще есть такой дружий жужак. Ну не знаю, он тоже лопается неплохо, тем более в связи с Магнусом. Он, кстати, с Магнусом да, но в целом он более-менее нормальный. Он 30 брони, он может сопротивляться. Очень быстро драфтит, кстати. Что-то Шаман под пуш добавил обязательно. Плюс хороший саппорт под комбинацию с ультимейтом Гримстрока. Два Хекса довольно мощно смотрятся. И Лайнинг. То есть если помнишь, Раста, Магнус это очень сильный лейт. Совершенно верно. Очень много урона. И это очень сильный лейт именно против Террор Блэйда, потому что Террор Блэйд рассчитан на пассивное состояние линии, скажем так, не на агрессивное. А вот герои, которые именно с большим уроном. И вот, короче, Магнус с Раста, они линию Террор Блэйда плюс одного выиграют там с вероятностью процентов 80. Ты по кулдауну Метанфойза стоишь, а без мета ты не стоишь вообще на линии. Просто не стоишь. Ну да, у тебя просто забирают всех хрипов. Пугна. Быстро очень распикиваются. Ну, игра решает мало, но сейчас большое преимущество уже за подгольерами, на самом деле. Все верно. И Пугна сейчас пытается скомпенсировать тимфайт. То есть, в принципе, Павага может попробовать выиграть за счет тимфайта. Он у них пока выглядит довольно сильным, но... Пока Магнус не войдет с ультимейтом. Тут вопрос в линиях еще будет. Ну да. Ну, Пугна тоже достаточно очевидный, на самом деле, выбор. Но сейчас, во-первых, есть варианты подконтрить каким-то образом на линии центральной, потому что пик остается в любом случае еще. Да, да. А Пугну ничем не подконтрить. Это такой герой утилит, он против всех стоит норм. Кунка в бане сейчас, нет? Нет. Я бы подбанил Кунку на месте Паваги, на последней, если честно. Сейчас подумаем, что им надо. Там он подгольер, там не играет парень на Кунке, по идее. Или играет? Играет. Целлер играет? Играет, да. Я просто запомнил его Винга, Фурион. Ну, он нестандартным пулом играет, но это не исключает того, что он может катать. Да, он может катать на Кунке. Он просто непопулярный, потому что у него другие герои, которые нестандартные, они ими удивляют, и по факту, но он все равно играет. Он в фабах катал точно. Ну, понятно, да, да, да. А тут Кавабани в таком случае. Но Пугна может и оффлайн пойти, да, потенциально? Вообще, да. Ну, тройками Пугна мало кто играет. Ну, да. Я в основном очень люблю, еще видел Гостики иногда. На самом деле, я не думаю. Вот Пикачу на Пугне, не знаю, мне кажется... Это точно для Пикачу. То есть, да, они банят тройку, брали Питлорда, это хороший герой против Мортред. Ну, с такой логикой, кстати, 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 вот с такой логикой может очень хорошо зайти Тайтхантер. Он, как бы, в любом случае даже... Для Апаладии? Да. Он, если зайдет в РП, как бы, он сразу же нажмет Рейвидж. И, в принципе, сейчас все герои довольно уязвимые. То есть, хорошие герои против Магнуса, вот лучшие герои, это Акс, который, кстати, не в бане, и лорд Тайтхантер. Аксу тяжело будет против Шамана на линии, очень тяжело. А Шаман с Магнусом, скорее всего, пойдет. Но они могут свапнуть. Ну, это будет землей, землей, вдвоем они, как бы, выгонят его. Просто грибов будут скипать. То есть, тут на месте Апалаги я брал бы либо Акса, либо Тайтхантера. Возьму их, может быть... Да, Тайтхантер хороший, Тайтхантер очень хороший. Неплохо. Именно Тайтхантер. Тебе Кунка нравится здесь или нет? Кунка... Надо смотреть. В принципе, неплохой, потому что сетапа не хватает. Какие еще альтернативы? Лина? Нет, наверное, я бы не стал здесь, олее, не думать. Зевс? Я еще думал Зевс, но тоже как-то не очень... Он сейчас вообще не популярный в этом месте. Но мне вот из таких вот самых, наверное, наиболее стандартных Кунка очень нравится. МК еще есть. Кускар Баня, да? То есть, они взяли Кускар, но он Баня. Не забываем, что это еще этот, блин, Сейлер. Я еще думал, сейчас Магнус, Мит они не могут поставить. Нет. Лондруид. 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 Лондруид хороший, интересный вариант здесь тоже. Я думаю, просто нужен он им или нет. Ну, постольку-поскольку. Это может быть слишком тяжело в исполнении, как вариант. Так, а кто меня кумарил, когда я на Тейдхантере играл, дай вспомнить. ДК в бане? ДК могут взять. ДК нет, но вот ДК мне здесь не нравится. Во-первых, против Пугна, во-вторых, Терребейда он не пробивает. Вот ДК здесь плохой как раз. То есть, Пугна обычно это контрпик идет Драгон Кнайджер. Но он может идти вперед, знаешь, вот такой герой, я думаю, идет вперед, чтобы Магнус мог пространство получить, чтобы мог вторым темпом всегда обрываться. Вот тогда, скажем так, хорошие Тини, вот именно для такой задумки. Ну, я почему-то думаю, у меня крутится в голове Тини, Кунка плюс вот ДК. Хотя Тини и Тини мне герой не нравятся, честно говоря. Многие команды пикают, чтобы спейсить, но вот Тини мне не нравится вообще. Ну, скорее всего, будет какой-то герой Сейлера. Из междунестандартного такого кулы. Да, да. Но они так привыкли играть. Да-да. Не знаю, я пока не привык еще к Пангольерам до конца, они очень удивляют. Да, все-таки взяли просто стандартного героя. Я почти все угадал. Ну, на самом деле, самый сильный кол здесь был. Дитмороз твой. Да, Тайтхантер очень хороший кол был, на самом деле. Ну, это так Тайтхантер, я же говорю. Это два героя. Ну, не знаю, мне кажется, вот немного этот Лундруид может сковать им ручки чуть-чуть. Мне вот тоже кажется, что вот Лундруид вот не совсем в кассу. Тут Кунг-Кунг выглядел поинтереснее, на самом деле. И еще, может быть, можно было героев поинтереснее. Но, с другой стороны, не знаешь, вот очень хорошо, очень комфортно себя чувствуют на этих героях. То есть может быть так, что просто они реально очень скилловая команда. Они пока по всем Тир-2 коллективам Тир-3 проезжаются просто катком. И учитывая, что это герои для них суперкомфортные, они просто набрали вот этих комфортных героев. Может быть, просто в одну калитку, потому что они, ну, тупо лучше играть будут. И все. Кстати, ребят, у нас в чат подъехал Дэнди. Можно как раз Леши поздравить. А я, кстати, поздравлял уже. Второй раз поздравить. А можно как раз таки в прямом эфире. Хорошо, в прямом эфире. Даня, с днем рождения тебя. Я надеюсь, он сделал уже видео, которое мы снимали. Главное, чтобы ты был счастлив и нашел себя снова в доте, я считаю. Потому что вот сейчас ему, ну, видно было, даже у Саши он был, у хвоста. Вот тяжело ему без дотки все-таки, без компетенции. И у тебя был в гостях, я видел, да, в Инстаграме. Мы тоже присоединяемся, конечно же, к поддравлению. И здоровье ему, и его близким тоже. Именно. Самое главное – это здоровье. Мы присоединяемся. А теперь, конечно же, посмотрим коэффициенты на этот матч, который нам предоставляет наш партнер. 1,3 на 3,3. Как-то без шансов абсолютно. Так оно будет или нет, конечно, будем наблюдать, друзья. А мы напоминаем, что на все ставки на нашем турнире, на V-Play Winter Madness, наш партнер подготовил страховку. Ссылка находится в описании стрима. Регистрируйтесь и играйте. А мы передаем слово нашим комментаторам. Это друг и Фоливер. Спасибо большое студии аналитики. Небольшие изменения в составе комментаторов. Уже знакомый вам Фоливер. Надеюсь, знакомый вам друг. Если нет, то Дмитрий и Антон. Что было проще понимать. Спасибо большое, конечно, Бафику. Ну и, конечно же, передаем тоже свои поздравления Дане. Желаем ему счастья, здоровья, радости. Всего, что желают. И все так говорят грустно о команде. Я знаю, сколько он играет. Я думаю, что команда зреет. Все будет еще более красочно и радостно. Ну и, конечно, огромная армия поклонников тоже, я думаю, к этому поздравлению присоединяется. Так или иначе, это легенда доты Number One. И никто, по-моему, не шатает эти позиции. Не пытается даже. Да, первый вопрос, который меня посещает, это почему Магнус вообще не был в бане. И почему сейчас я вижу самую смертоносную даблу из Магнуса и ПА в руках у панголеров. Что-то это довольно странно выглядит так. Но тут довольно интересные фразы в чате проскакивают, где друг друга... Я не знаю, можно ли это назвать поздравлениями. Мне кажется, что игроки тоже присоединились к поздравлениям Дэнди. Поздравляют друг друга с днем рождения, Дэнди. У нас тут лютый замес, просто гидроэкшен, замирает Заяц, ФБ забирает J4. И сразу начинается с мяса игра, да. Может быть, потом Сёма успеет забрать тут три героя. Может быть, Роллин Болдер успеет катиться, Эр Спирит попробует. И этого тоже забрать. Да, вот на Роллин Болдер поймали, забирает Гримстрока. Два фрага оформляют по лагу. Прямо со старта игры. Руну они здесь, естественно, тоже заберут. Но в левой части карты, вероятно, панголеры всё же две своих законтролят. Точнее, свою и противника. И на этом разойдутся команды. Ну, там Магнус борется с Трэрблейдом. И я не уверен, что у Гостика получится это сделать. Не похоже на самом деле. Да, Палантимос забирает баунти руну. И только-только-только Сейлор смог забрать. Одну из рун отправил Медведя наверх. И забрал руну, которая, по идее, принадлежала Палантимосу. Ну, хорошее начало для Паваги. И стянули... Бывает такое, что ты стягиваешь четырёх героев. И таким образом проигрываешь одну из потенциальной борьбы. Один из участок карты, где две руны забирает. Но вы забрали три руны. Вы при этом забрали два фрага. И Пикачу глобально никак не пострадал. К крипам пришёл. И будет бороться против Сейлора. Ну, то пятого уровня всё более-менее неплохо. С пятого уровня, мы знаем, неприятности начинаются у любого героя, который стоит против Лондруида. Ну и старт хороший, показывает Лондруид. Это ЛД 3-1. Крипстат имеет 1 на 0 у игрока по Вагги. Да, не самая простая линия для Гостика. Видимо, что уже был вынужден потратить Скивер. Потому что могут его два героя поджать. Могут каким-то образом попробовать его забрать. Можут Скивера увезти кого-то случайно с собой. И, естественно, рады этому не будет. Здесь у нас нападение через Гримм Стролка и Шамана. На! Эр Спирит. Идлетает последний удар. Этого, правда, не хватает. Хоть и было довольно больно. Фласка имеется. Поэтому Эр Спирит будет жить. Вернётся к себе на линии. Будет наверняка страховать своего коллегу. Кем бы он ни был. Это Таид Хантер. Нет, всё-таки решает линию тут покинуть. Ведь его могут поймать и всё же попробовать догнать и убить. Хорошо, но если мы пока оттолкнёмся от событий на карте, посмотрим на драфты и будем гадать, что ждёт нас. Фантомка плюс Макнус. Ну, понятное дело. РП, Эмпауэр, быстрый фарм, фраги. Тут у нас Скивер. Под вышкой оказывается. Джейфо, армор на нём висит. Получает не столь много урона. Хотя вышка помогает, но фраг сделать не получится. И снова уходит Фласка. Это просто решение всех проблем всех игроков на текущий момент. Да, мы получаем вообще ультра-сильную драку в исполнении Мноупен Галлиер. Не столько от Фантом плюс... Ну да, да, безусловно, Фантом Ассасин плюс Макнус. РП как общий контроль. Но сюда же есть ещё Лондруид, который может, например, использовать Savage Roar. И вы тоже побежите рядом, близко друг к другу в одном направлении, что тоже комфортно для Фантом Ассасин. И туда же есть Grimstroke, который тоже с удовольствием в Lepid Ultimate свяжет нескольких героев. В целом вы получаете очень много контроля. И Shadow Shaman, который тоже позволяет рано драться с появлением ультимейта. Всё чаще и чаще я наблюдаю, что варды используются не для пушек, как было раньше. Выиграли драку какую-то, поставили вардики, вардики ломают тавер. Нет, очень часто Shadow Shaman использует варды как контроль по одному из персонажей. Он сначала ставит варды вокруг него, потом Hex, потом Сетка, всё это время варды дамажит. И очень часто видим, что даже на коров расходуется этот ультимейт чисто по драку. А пушек здесь и так предостаточно, с учётом того, что линии быстро будут под Магнусом толкаться и Медведем. Лол страдает сильно. Это у нас Бигнум, да? Бигнум с этим никнеймом играет на Air Spirit. Видите, выгнали с линии, а в это время погибает Магнус. Ой, далековато. Лич зашёл, получает тоже несколько ударов от вышки. И Лич в размен уходит. Фраг достаётся команде Дайер. Да, не так плохо, кстати, выглядит вот это вот противостояние Лондроида против Пугны. Всё же тут есть ещё юнит в виде Спиридбира, которым где-то можно постараться крипа добить. Поэтому декрипифай, они не становятся вот этим вот решением всех проблем, упугные. И где-то всё же получается, да, справляться своей прямой задачей, фармить. Поэтому крипстат пока очень равен. Ну, правда, даже Денай Фландроид чуть поболее, более старательно отыгрывать сейчас. Да, снизу, видим, конфликты тоже имеются на топе, впрочем. Но, то есть эти фраги пока, опять же, не дают там никакого понятия чёткого о том, что происходит в дальнейшие минуты. Чёткого какого-то преимущества этим не заработать. Тейтхантер вообще себя чувствует, не знаю, чуть ли не бессмертным. То есть пробить его не так-то просто, времени уйдёт на это довольно много. Но, честно, мне не очень нравится даблласс Эр Спирита и Тейтхантера. Пока Эр Спирит, по большей части, просто опыт ворует. Не идёт речь о том, что эти нападения будут успешными. Три героя просто находятся снизу. Да, да, да. И не фармить Тейтхантер. На фоне Фантом Ассасин, который 23 на 4, 24 на 4, Тейтхантер идёт 8 на 1. Вообще, мы знаем, что милишника этот герой Тейтхантер выгоняет. У него анкер смеш не позволяет близко подходить и фармить. А здесь Наив комфортно выфармливает пачки крипов на линии. Уходит также в лесок легко на отводы, которые делает ему же командой. Параллельно фармит линию плюс лес. То есть со своей задачей получить опыт Тейтхантер справляется, безусловно. Опыт получен, но золоту глобально много ему не идёт. И от фарма он не отгоняет Фантом Ассасин. А дальше хуже. Дальше Фантом Ассасин будет под Эмпауэром. Пока Магнус даже близко в приоритет этот спелл не ставит. Но мы понимаем, что к 7-8 уровню у него Эмпауэр станет появляться. И Фантом Ассасин, легко спушив 1 из Т1 вышек, уйдёт в лес и будет дальше фармить. Террор Блейд ему тоже немного надо. Но не знаю, ТБ как герой против Фантомки не смотрится. Просто ему дольше разгоняться, дольше раскачиваться. Если получится, конечно, выдержать весь этот ранний натиск, не вопрос. Да, ТБ может хорошо играть, где-то подловить Фантом Ассасин, дать хороший Сандер забрать её под прокаст пангольеров. Но глобально по игре, мне кажется, мидгейм всё-таки, с точки зрения героев, он за ноупанга. Да, при этом всё, мне кажется, что даже набор героев по ваге, он более сложен в исполнении. То есть нужно всё слишком чётко исполнить. Пока он, кстати, Зайца пытается запинать, использовали же алтарь игроки по ваге и смогли получить убийство. Ну, опять втроём стянулись, мид оставили, Медведь стоит на фрифарме. И забрали кого? Забрали Зайца, герой саппорт позиции. Но Гостик погибает. Вот этот уже хороший плюс для по ваге. Палантимоса цепляет Зайца, но там второй уровень. На самом деле, если Палантимос поймёт, что никто не прилетит, а там есть вард, который даёт информацию, можно было развернуться. И это шаду шамана, ноги об него вытереть. Но там, во-первых, вард стоял, во-вторых, видел перетяжку, понимал, что Магнус недолго будет в таверне находиться и прилетит. И решил отступить на ОХП. Фласку использовал, и Палантимос уже с полным запасом здоровья. Всё-таки убивают Зайца, но перед перетяжкой J4. Да, причём какой-то довольно заметный вард поставлен был. Наверняка на это обратили по ваге игроки внимание. Поэтому в скором времени стоит ждать центрика, и вообще этот вард будет снесён. Поэтому информация о подходах сбоку какой-то толковой не будет. Я не думаю, что в ближайшее время гостику здесь как-то комфортно будет находиться. Хотя всё равно хотелось бы отметить, что он очень здорово оборачивает все эти нападения в свою пользу. Он увёз в этот раз Лича под вышку. Вот, возможно, пытался ещё разочек с замедлением немного КП снять Личу. То есть к тому, что фраг был сделан, да, он умер сам, но он успел, возможно, деньги потратить. Он опыт за это всё, возможно, также успел получить. И извлёк из этого пользу. Ну, тяжелее, чем чеширскому коту. Удаётся фармить 9 на 2. У чешира, мы видим, почти двадцатка по крипам. Он поинтереснее смотрится. Но это всё артефакты. Это даггер, который у тебя либо будет, либо не будет. Или там вангард, кримзон какой-то, который гораздо раньше втарит тейдхантер. Потому что сейчас всё чаще мы видим, что инициаторы в привычном понимании, они выбирают вопрос каких-то дюрбл-артефактов, артефактов на команду. Такие утилити, как они называются, артефакты. Сначала там тейдхантер Мекку может собрать или кримзон. Та же история с магнусом, тоже вангард, пайп какой-то на команду. Потом уже даггер не первым слотом. Поэтому быстрого даггера, я думаю, мы не увидим ни с одной, ни с другой стороны. Но так или иначе, конечно, плюс у тейдхантера выше. Там 22 на 13, понимаем, что Гостик отстаёт, отстаёт сильно. Меня больше смущает разница между двумя корами. То есть у пангалеров, если сравнивать лон-друида плюс фантомку и того же террор-блейда и пугну. Всё же пугна, мне кажется, здесь очень уязвимо. Её легко закрыть с Айленсом, после этого с ней очень быстро разобраться. У фантомки фантом-страйк есть шанс, есть шанс спастись. Хотя окей, есть распирит, можно с этим бороться. И лон-друид, у которого всегда под рукой есть спирит-бир, савидж-роуэр, который может даже в таких глобальных нападениях позволить отбиться от двух-трёх персонажей. Это здорово. Причём сейчас, кажется, есть планы по нападению на террор-блейда. Даже под вышкой продалить рядом. Может быть, на него успеют напасть первым делом и с ним разберутся. Вот прямо сейчас Нексвелл, Шейклсы. И Шиклой, он помогает Магнус. Должно быть, это фрагом, пусть и не самым быстрым. Хотя фраг сделан был окей. Правда, был размен шамана, теряет также пангалеры. Второй фраг, но сделает палантику и забирает. При этом Гримстролка и нападение не слишком удачно прошло. Пух разменять. Очень красиво Наив страдает от Пикачу, но Наив живёт. Лайфдрейн пользы не приносит Пикачу. Он перемещается вниз, попытается ещё и подпушить вышку. А в это время Сейлор со своим медвежонком. Восьмой уровень, четвёртый. Спирит Бир. И Саведжор есть Спирит Линк. Начинает толкать Тавр. Понимает, что рядом кто-то. Просто так пульсировать не должен Тавр. И Джейфо огребает от Зайца. Огребает также от Сейлора. А Зайц забирает данный фраг, чтобы быстрее справиться. И будут толкать центр. Травер Спирит перетягивается в мид, но у него там по ХП не всё так радужно, чтобы перетягиваться и не получить. Или это был Чешир? Я, наверное, спутал. Да, скорее всего, это был Чешир, раз он здесь. Ну, вот. Вот, да, ситуация с ним. Тут я ещё один момент интересно вспомнил. Вот о том, что до этого у нас была карта, где тоже появлялась Фантомка, и против неё играла Пугна. Суть в чём? Что нападение происходит с нижней линии нас на Пикачу. Убирают Пугну здесь с дороги. И Пангальера, и фраг достается, что вдвойне приятно на Иву. Но я не об этом. О том, что Пугна, походу, по мере игры должна как раз разбираться с этим героем. Но попытка сейчас была неудачной, и без наличия крипов рядом Фантом Страйка. Но в целом обилие магического урона довольно большой у поваги. И, ну, наверное, до появления Блэкинг Бара трудновато будет на Иву. Может, он даже выберет более пассивный путь, и будет стараться вообще драк избегать, фармить. И пока даст возможность своей команде драться, сражаться, проводить какие-то нападения, ганг смоки. Но подключаться коллективу не будет. Если только, знаешь, где-то рядом она кажется случайно. Я думаю, это будет Дизоль БКБ при наличии... Фантом Га иногда может вообще игнорировать Баттл Фьюри. А при наличии Магнуса это вполне логичное решение. Поэтому Дизоль БКБ, да, и быстрый урон, которым будет обладать на Ив. Что-то похожее, скорее всего, мы увидим. Многие коллективы используют это. Вообще, это такая роскошь, ты верно заметил, на старте получить в своем распоряжении. Мало того, что на бумаге вы сильнее соперника, потому что Нупан Гольер один из самых топовых СНГ коллективов в принципе сейчас. И вы еще получаете Фантом Ассасин плюс Магнус. Это в покере называется очень сильная рука, если я не ошибаюсь. Когда у тебя две твои карты, они уже дают тебе возможность выиграть, даже если вообще ничего никому не выпадет. И реально, так и есть. Так и есть на деле. Фантом Ассасин с Дизолятором БКБ под Эмпауэром четвертым вырезает почти любого. Тедхантера разве что не режет. Ну вот, да, Дизоль заброшен. Понимаю, что фарм и так будет космический у Фантом Ассасина. Ну, то есть, четыре цели точно под ударом. Даже Террор Блейд я не могу сказать, что он сильно прочен. Потом Ассасин, который критует, игнорируя при этом броню Террор Блейда, он это явно не любит. Да, мне нравится Вижн, который пангалеры на карте расстали. У них есть контроль над своим лесом, есть над верхней частью противника также контроль. И где-то на центре тоже был установлен вард. Причем уже на центре потеряно было. Это я немножко, честно, с попыткой забрать Сёму. Да, она успешна, это саппорт. Опять же, внимания особо на этого заострять не буду. Но снизу при этом также сносит по вага вышку. На топе от Нейва нападение. По таврам на JFO повешает на себя армор, этого не помогает крит. У нас напоследок повзаляет на его фраг, это заработает. Перетягивается Тайтхантер, получает корни. Тут три игрока находятся рядом. Ну что, может быть, удастся выбить с него ревейдж, и, честно говоря, он будет безрезультативен. Парни, понимаете, что поддержки нету, это шанс сделать фраг. Вот есть ТП, на топ от Распирита выиграет ли столько времени Тайтхантер для своей команды, еще и отличая перетяжку, которую успел из Тайерны выйти. Ну вот он, Роллин Болдер. Пошли камни, шанс ЕС Элера зацепить. Гашему в спину, магнетайз, и он еле-еле треть хп потерял, оказывается, довольно живучим. Вынужден ставить еще один камень, чтобы продолжить действие ультимейта. Гостик идет рп давать. Гостик идет вкатываться, давать рп в несколько целей, получает тычку от реведжа, его Палантимос стирает, рп себе под ноги даже не успел выдать. Ну, если бы выдал, толком ничего бы не сделал. Как же надеялись на корни, когда били Тайтхантера, бежали за ним почти по Т2 Тауэр. Идут дальше давить по ваге, наива уже зацепили, наив много урона получает от Палантимоса, минус наив, минус Заяц. Очевидно, Заяц тоже ничего не успевает сделать. 4 в 0, 4 в 0 все эти погони за Тайтхантером во что обернулись. Так хотели забрать чеширского кота, не понимая, что вы ноги об него сломаете, и руки, если бить его будете дальше. Жесть. Ну и, конечно, перетяжка Террор Блейда, который ультра силен с метаморфозой к этой минуте. Герой, который без артефактов является, наверное, самым сильным дэмэдж дилером на данный момент. Фантомка все равно артефакта зависимая, чтобы криты прокали хорошие. А Террор Блейд нажатием одной кнопки или пары кнопок уже в машину превращается. И посмотри, как Террор Блейд сильно обгоняет ПА. Ага. Да, это очень заметно. Сейчас нижняя линия нападения на пугну, которая под хостой. Сайленс удается себя снять. Ну вот, может быть, Пикачу попробует фраг сделать. Он Дегрипфай вешает на себя ударов, пока от Лондроид спиритбера не получает. Получает нюкат Гримстролка. Замедление корни проходит. Опять Дегрипфай на себя. Лайфдреном играет. Получается, Жор сбивает нас. Каст ультимейта. И остается парни живы. Даже ТТ, который отделал один из игроков по ВАГе, успевает тот отменить. Ну, ибо уже здесь делать нечего попросту. Знаешь, вот если вернуться к прошлой драке, то, возможно, лишняя секунда. И успел бы подойти Магнус, дал РП, не дал бы нажать State Hunter Ravage. И команда бы приняла решение за Фокс Первым делом. Именно его все могло сложиться по-другому. Ну вот. А в итоге мы имеем преимущество уже, которое возросло до 3000 золота. Да, цифра по-прежнему не катастрофическая. Плюс она будет плавать еще какое-то время. Но, как ты сказал ранее, да, Терраблэйд занимает первую строчку по Нетворсам. И, ну, то есть это должно уже как-то пугать. Ну да, да. Мы не видим Phantom Assassin, фармящий под Эмпауэром. Можно Магнуса посмотреть, что там вообще со второй способностью. Второй уровень на восьмом левеле. Через Шоквейв шел Магнус. Ну, ПА бегает пока без Эмпауэра. То, что мы наблюдаем. Поэтому фармить она не может наравне с Терраблэйдом. Это можно, безусловно, наверстать. Но главное драки в дальнейшем не проигрывать. И самому Магнусу хоть как-то пытаться инициировать. Пока инициирование не получается. Вот мы видели отсутствие инициирования. Оно и привело к той ситуации. Очень долго бежал Сейлор своим медведем за Тайтхантером. В попытке его забрать. Быстро прыгнуть, зарезать вы не можете. Привести к себе не можете. Контроль выдать не можете. Потому что герой просто на ноге убегает. И вот во что в итоге оборачивается данная ситуация. Ваш дэмэдж, он хорош, конечно. Но для этого надо, чтобы все кружком собрались и Фантомка нарезала. Но так не получается. И, конечно, какой-то даггер на Магнусе, он прям жизненно необходим. Earth Spirit лучший дэмэдж-дилер. На карте, в скобочках, нет. Забирает вышку у тысячи вардов, которые поставил Шадоу Шаман. Да, но мне кажется, что саппорты сейчас просто подстрекают наива бегать вместе, под смоком, тратить свое время впустую. Вот это ради этих наивных фрагов. Плюс ты наверняка не будешь знать, на кого шанс есть наткнуться. А если это будут, например, как сейчас по ваге, просто сами под смоком втроем, где, естественно, три больше, чем два. И все опять закончится не очень. То есть именно это и бросается в глаза, что пока немного привычная игра немного отходила от, да, вот этого шаблонного там фарма и игры вчетвером в исполнении панголиров и только вот в нужных моментах подключения от наива. Ну что, ганг прошел, но он прошел безуспешно. Никто найден не был. Хотя он сейчас нападает на гостика. Синистр Гейс есть. Скивер под вышку успевает, но совести одной из своих оппонентов Магнуса. Правда, не хватает. Фраг сделан был ТБ под формой. Тут, я думаю, гарантированно падает Т1 вышка. Сейчас парни вернутся к ней. Ну, на Т2 я бы, наверное, пока не рассчитывал. Хотя, кто знает, два героя в ТВ, 20 секунд. Зависит все от того, как все быстро пройдет. Магнус просто теряется. Выпадает из данной игры. У него Нетворс, на котором уже на пятке наступает Эр Спирит. Герой просто без артефактов. Вот этот Нетворс в 3.600 не позволяет ему ни прочности какой-то обрести, ни нормально инициировать, выживать даже после того, как он будет вкатываться куда-то. И видим, что Магнус становится формом. Герой, который Хардлейн, на котором обычно на нем функция утирити артефактов, функция танковать, торговать лицом. Тут ничего подобного мы не видим. Тут прочнее Лондруид, даже Фантом Ассасин. С точки зрения урона полученного, она прочнее. У нее хотя бы вороты есть, и она хоть как-то их доджит. С БКБшкой вообще, как два Магнуса будет по прочности. И сейчас вообще не получается драку начать. И Пангальер, это Павага, прошу прощения, Павага это понимает. И они идут давить. Они идут душить этого Магнуса. Они убивают его уже не первый раз сверху. Они сносят верхнюю линию, которую, по сути, проиграл Магнус. И именно по болевым точкам Павага начинают давить. На самом деле интересно. Сейчас они, если еще и варды поставят какие-то глубокие вовражеские леса, будут Фантом Ассасин ловить, которая, очевидно, должна фармить при таком-то Магнусе, то игра может прям удивить нас сильно. Коэффициенты могут очень сильно ошибиться в таком случае. Да, пока был фраг сделан на Пугне, причем довольно ценный. 400 монет принесло на Иву. Видел, что уже дизолятор завершил. Вот, кстати, коэффициент, который всплывает на экране. И пока, если честно, они не выглядят как-то слишком привлекательно. Я думаю, что Пангальеров все пока в порядке. Волноваться не о чем. Возможно, даже нападение планируется на Т1 и героев. По ваге Тайтхантера очень заманчиво зацепить. Но вот не знаю, тратит на него РП. Возможно, у него есть бэйбэк. Он просто вернется сюда и какая-то... Нет, никакого РП. Оказывается, просто падаем пауровно и встирает Тайтхантера. Лич сделал сюда ТП. Его тоже наверняка замит. Опять пара критов и даблкил для наива. Смотри, как заработало, да? Эмпауэр плюс Дезолятор. И вроде Фантом Ассасин уже мощный убийца. И не нужен никакой Магнус. Магнус снимает какие-то денежки из этих драк. Все-таки принимает участие в данном файте. И Магнус ближе и ближе к Даггеру. У Гостика перед файтом было тысячу на руках. Сейчас немного побольше. РП выдается. Забирают Ор Спирита. Дальше за Палантимосом. Фантом Абрейс полетел. Большой атак спит. Палантимос свои два удара быстро наносит. И выживает. Но Магнус, во-первых, сделал убийство. Во-вторых, в двух принял участие. И Гостик все ближе и ближе к Даггеру. Он его забросил себе. Пол Даггера было. Сейчас, я думаю, монет 200-300 до Даггера остается. Так что нормально. Все очень хорошо для Ноупангалиера. Они камбэкнули по экономике. И самое приятное, что они остановили Павагу. Потому что Павага больше не диктует условия игры на карте. Да, самое прискорбное, это, пожалуй, то, что первым делом убили Павага Шамана. Потому что там был ультимейт Гримстрок. А очень пригодились бы Эзершок. Прошу прощения. Там бы все эти скиллы Шамана действительно очень круто заехали. И, возможно, после РП удалось бы убить Террор Блейда. Ну, а дальше там просто уже никто не осмелел бы появиться. И оставшиеся силы Паваги перетянулись куда-то на безопасное расстояние под свои товара. Увы, этого не было. Но, как ты сказал, они смогли, Пангалира, отыграть часть денег. В целом драка прошла для них хорошо. Если не сделали массу фрагов, то хотя бы выиграли немного времени. И вот сейчас, кстати, результаты Павага убивает Рошана. Как-то все незаметно мимо глаз прошло. Ну, Террор Блейд. Мощный, крутой Террор Блейд под метаморфозой. Съедает этого Роху. Ну, и танки тоже хорошие есть в виде Чеширского кота. Идут давить. Манта Стайл плюс половинка Скади, которую у Террор Блейда уже имеется. И герой под опекой Чеширского кота, который Реведж не тратил. И Джей Фо тоже с ультимейтами. Короче, все почти с ультимейтами смело идут ломать вышку. Ну, и понимаешь, что у вас ресурсов много, и соперник вряд ли пойдет драться. Там РП был потрачен, Магнус, сам Шадо Шаман потратил варды. Поэтому файтиться никак, но Панглеер не могут. Пошли и реализовали это в преимущество. Нормально, команда не зажимается, команда идет давить, когда такая возможность есть. Очень часто ты видишь, да, что коллектив, который вторым номером выступает, он как-то скромно играет. Вот боится ошибиться, боится вот это небольшое преимущество, которое они получили реализовать. Здесь ничего такого. Даже после проигранной драки с умом распоряжаются своим перевесом. Да, просто у команд в таком случае не должно быть разделения вот на тиры своих оппонентов. Здесь я имею в виду, что одна команда, да, с коллективом послабее играет, может быть, немножечко иначе. С коллективом посильнее у них другой подход. И он, как ты сказал, более такой пассивный. Меньше агрессии, меньше действий. Просто вот они дают возможность своему оппоненту диктовать условия. Но тут все пока правильно в исполнении по ваге. Здорово, пока у нас фраг на саппорте. Опять же будет подход, видимо, к центральной линии. Или же возможность перетянуться на нижнюю. Причем там крипов, как стоит, Хантер ведет. И команда с легкостью полным составом сможет справиться с Т2. Это последний внешний тавер на карте, который у пангалеров остается. Больше каких-то внешних точек опоры нету. Ну, не знаю, мне нравится вообще идея по ваге. Вот если они, знаешь, так резко здорово пробуют напасть. Но здесь у нас РП на центре на пугну. Поймали Пикачу. А без пугны это нападение, возможно, будет не совсем удачным. Хотя тратится байбэк. Видимо, учитывая, что РП нету. Сейчас есть хороший шанс реализовать эгисы. Попробовать подняться на хайграунд. Вот именно так считает по ваге. Да, жирновато, конечно, Пикачу поступает. Ну, может и правда, да. Может и правда хотят подраться без РПшки. Но под драку появляется два Блэкингбара для Нопангалер. Это очень хорошо. Лундруид купил БКБшку. И Фантом Ассасин тоже обладает ею. Поэтому прыгать и не бояться Тайтхантера уже можно. Ждем врыва в Чеширского кота. Но нет, пока просто Палантимос получает корни. Сейлор выгоняет их. Палантимосу переливает ХП Пикачу. Тут тоже не стоит забывать, да, что Пугна полезен с точки зрения пуша, безусловно. Он должен выдавать бласт. Но он еще и может подсейвить своих тиммейтов. Например, если Фантомка прыгает, то ты просто отправляешь декрепифайп на Тимоса. Там вливаешь ему ХП и все. И ваш кор не под ударом. Но половину вышки снесли. В итоге этот байбэк, я не могу сказать, что окупился. Да, я вот немного ошрашен. Байбэк этот не то, что не окупился. Здесь вообще могла произойти какая-то катастрофическая драка. Учитывая, что Террор Блэйд потерял половину здоровья, потратил Монта Стайл, нажал Сандер. Сейчас, если бы Магнус, может быть, удачно прыгнул с Даггера, ввел с Кивером к себе на базу подальше Террор Блэйда, они бы его убили, выбили Эггис и даже имели шансы убить повторно. И это все просто постояло крестно долгое время на игре для Паваги. Они бы, ну вот, растерялись, не знали, что делать дальше. Ну, а уже так, а уже просели по экономике этот байбэк от Пикачу. То, что вы там вчетвером тусили под вышкой, ну что вы сделали? Вы не забрали в итоге тавр, вы пару патчек крипов на толпу зафармили, и все. И больше профитов никаких, поэтому, да, Павага просто просели по экономике. Они 4 выигрывали не так давно, а сейчас графики в районе 0 скачут туда-обратно. Плюс 40, XP гейн забирает Тайдхантер на 15 уровне. На Сейлор нападает Палантимос. Ну, тут же Саведж Рор. Палантимос, конечно, наглый исполнитель, это было видно. Так, прыжок Чеширского кота, есть ультимейт. Наив очень много здоровья уже потерял. Стоит Наив под оглушением Синистер Гейс выдается на него. Включает БКБ, прыгает на Чеширского кота. Наиву надо отходить, но за ним есть погоня от Палантимоса и Чеширского кота. Дальше катится еще и Бигнум. Наива пока не цепляют. Тут уходит в блюр, надо блинг, чтобы успел откатиться, и он на Сейлора прыгнет. Хороший камень по Лолу, от Лолы, точнее, есть замедление. Бигнум смог забрать со своей командой Наива. И это хорошо, это реально круто. И это то, что хотели сделать по Ваге еще при выкупе Пикачу. Вы реально выигрываете драку, и для вас открываются перспективы сейчас попробовать зайти на ХГ. Не то, чтобы развести на байбэк, вряд ли вы так быстро пропушите лайны, но, тем не менее, да, тем не менее, там БКБ было прожато. Агнус сейчас пойман был, его могут вполне забрать себе позволить по Ваге. И гости, которые есть в стороне, у него, правда, есть байбэк, я думаю, беспокоиться нечем. ДРП тоже доступно. Вот о чем еще хотел поговорить нижняя линия. Очень жаль, что не было крипов. Будь крипы, по Ваге наверняка бы поднялась на ХГ, зная, что одно БКБ было потрачено. Перед носом только что его потратил Андруид. У них бы явно смелости прибавилось, и они себе позволили бы подняться на ХГ. А это макро, а это макро. Посмотри, Шадо Шаман, что делает. Он просто под Т2 загнал крипов, крип скипит. Кто сказал, что пятерка не может этим заниматься? Еще как. Но в свою очередь я до этого хотел также похвалить пангайеров, потому что они этот момент взяли в расчет, они знали, что такое может произойти, поэтому позаботились о том, чтобы крипов рядом возле линии не было, и даже в случае такой вот неудачной драки, стычки с врагами у себя на территории, не позволит это им зайти на ХГ. Да, да, хорошо, хорошо, действительно, по макро действует. Заяц уходит отсюда, понимая, да, что с Планти Моссом ты не подерешься никоим образом. Трэрблейд из тех ребят, которые варды ломают очень быстро. Я видел моменты, когда нападал, например, Шадо Шаман на Марфа, выдавал в него прокаст под Санстрайк Инвокера. В принципе, это работало. Выдавал также туда Змейки, конечно, Змейки выбили. Где-то временами даже получалось фраги делать. С Трэрблейдом, я думаю, так не получится. Иллюзии вызвал, быстро разбил вардики. Скорость атаки тоже огромная. Ну и такой достаточно прочный персонаж с большим количеством брони и ХП. Физика тебя сильная. И не лупят эти вардики. Так, начинают давить по вагой. Идти на верхней линии, пытаться сформировать драку. Гримстрока забрали. Семен отправляется в таверну. Наив все так же блинком на своих тиммейтов. Старается уйти. Чайник Лича полетел по Наиву. Теперь между Медведем и Наивом. Но Наив в БКБ. Наив уходит. И Наив привозит еще и Сейлору. Чайник оба включают Блэкинг Барр, стараются отойти и просто отступить на базу. Зайца продают. Зайца продают. Понятно, что его забрать не получится. Есть ультимейт от Ширского кота. Выталкивают. И Наива поближе к своим тиммейтам Бигдум. Шикарная игра от Earth Spirit. Смогли сделать три убийства. И там есть форма Террор Блейда. Он начинает бить Тауэр. Но крипы только-только сейчас подходят. Поэтому Тауэр сильно не страдает. Есть все еще работающий Бэкдор Протекшн. Палантимос подошел. Пачку крипов сломал. Но все. Форма заканчивается. И крипы только сейчас подойдут. Без Фантом Ассасин буду драться. Если буду драться. Либо придется выманить Байбэк, что тоже на руку Павага. Шадошаман уже готов сражаться. Но вардов нет под этот файт. Магнус с РПшкой. Но она выгодна, если ты Фантом Ассасин. Заставишь только выкупиться. Тогда да. Палантимос отбрасывается. Просто от спама не пускают на базу. Да, вообще я думаю, что здесь ситуация у Пангалеров была под контролем. И мы понимали, что Байбэк даже не придется тратить. Часть своих ультимейтов они потратили. Знают, что Рэвэдж также потрачен был в том моменте. Кстати, я уже был готов верить, что Фантомка спасется. Но совсем немножечко не хватило. Дотянулся до нее Рэвэдж Тейтхантера. Все же смогли сделать довольно цену для себя. Так, ну и здесь уже от своего ХГ, отталкиваясь, Пангальеры могут попробовать зацепить. Но только не Тейтхантера. С ним очень долго приходится возиться. Пикачу здесь находит наив, на него решает прыгнуть. Сразу куча героев оказывается. Есть ультимейт Гримстрока. Путерблейда плюс Пугня прыгает. Вот он ОРП. А по-двоему отличное от Магнуса. Нужно просто достаточное количество урона, чтобы сделать пару фрагов. Есть фраг на Пикачу. Дальше должны по лантимосу добивать. Умирает Тейтхантер Блэйд. Хорош. Дальше Скивер от Магнуса, который Тейтхантера возит куда-то издали из драки, чтобы не резал Фантомки урон. Но рассыпается все-таки нейф, умирая. Также Гвоздик вместе с Семой. Байбэк от Гримстрока. Еще один фраг. В итоге делают. Забирают Зайца, Павака. Тейтхантера. Он достается еще и после байбэка. Сема оказывается в эпицентре сражения. Но один толком нет. Все-таки был тут Сейлер. Но сейчас и ему может остаться Солар Крест. В ответ Саваджу Роор. Урну поймал, но должен спасаться. Медведь просто не позволит продолжить за собой погоню. Безумная драка, но два кора мертвы. И потенциала для пуша попросту не остается у Паваги. Не могут они сейчас извлечь никакой пользы. Ну, все равно драку выигрывают. Снова забирают коров соперника. Снова умирает наив. Хотя герой, который должен убивать. И мы видим, что в РП, даже в РП, качественно выданные с импауэром, не хватает урона Фантом Ассасин. Не прокают криты. ПА становится бесполезно. Террор Блейд с большим количеством брони впитывает нормально. Нормальный чеширский код впитывает урон. Если, прошу прощения, если все эти вещи, на которые ты надеешься по типу критов, не прокают, то возможности убить вот этих жирных героев, плотных с большим количеством брони, просто нет. Ее просто нет. И наив прыгает всегда первым номером. Его кайтят. В него пережидают БКБ. В него выдают чайник Лич. По нему дают Сайленс. Он просто становится отрезанным от своей команды. Не знаю, скорее всего с Магнуса можно попробовать начинать, потому что ПА без поддержки пока не так страшна, ну и не хватает Сейлора. Он просто по драке, разве что контроль выдает за счет Саведж-Рора, но бить толком не получается. Фантом Ассасин, посмотри на этот квик-бай от Фантом Ассасин. Наив, вот все, что я говорил, Наив графиками подтвердил. Знаешь, вот там картинки. Теперь все, что говорил 2К-комментатор, покажем вам в картинках. Забросил Рапиру. Не хватает урона, будет урон. Между прочим, я уже сегодня видел Рапиру, я покупал Палантимус. Нет, это вчера было, кажется. Я уже немного сбился. Сейчас еще так драками, тем временем начинается. Наива поймали под БКБ, успевает упрыгнуть. Правда, теряет Магнуса. Пангальер летят. Ну, тут друзья Гримстроука домой. Зайца, правда, поймали. Хотел выиграть немножечко времени, дать пойти далее. Преследование продолжит пугни, но убивает Наива на хайграунде. Байбэк от Шамана, тем временем у Наива байбэка не оказывается. Был Саведж-Рор. Срабатывает Инксвелл. Тем не менее, Медведя теряет Лон Друид. Наверняка будет вызван снова. Да, вот он появляется от Сейлера. Ну, на хайграунде развлекаются, повага. Должны сейчас бить строение, но бэкдор, протекшн, крипов рядом пока нет. Снова проблема, придется превознемогать и еле-еле. Но этот урон просто, вот он не будет получен строениями. И снова драка, я не знаю, которая позволяет убить пару фрагов, сделать пару героев. Ну да, спушить вы не можете. Линия стоит аж за рекой. Мы видим радиант крипы вверху под Т2-вышкой соперника. И все равно, знаешь, шаг за шагом, шаг за шагом, да, забирают преимущества. Экономически выходят вперед, обрастают артефактами Террор Блейд. И проблема остается все той же. Нечем убивать ТБ, Фантом Ассасин катастрофически не хватает урона. К 30-й минуте у нее по слотам БКБ и Дезолятор. А этого действительно, ну, этого мало. Если мы на Творс посмотрим, я думаю, ПА очень сильно должна от Террор Блейда отстать. Потому что, ну, я прям удивлен количеством артефактов, которые есть у ПАшки. Сейлора цепляют, пугно высасывает Лондруида. Медведя рядом не оказалось, никакой Саведж Рор выдать не получилось. Забрали его, забрали основного Лондруида. И Гостик страдает у Чеширского кота. Уйти уже отсюда не сможет. Прыгает дальше Пикачу. Еще один фраг. А Палантимос просто идет и душит. Палантимос очень нагло играл и в составе Веги. И такой уверенный в себе керри. Керри здорового человека, на самом деле. Террор Блейд в его исполнении тоже очень часто появлялся. Он понимает силу своего персонажа. Он просто идет и душит. Покажите, пожалуйста, на Творсе, если это можно по героям. Я хочу сравнить две корпозиции. Ну, вот они, да. Это пять тысяч. Это пять тысяч разницы. Пока там БКБ-дезолятор. Здесь три дорогущих слота. Да, и сейчас благодаря этой драке получает команда возможность забрать Рошана с Эйгисом. Это будет здорово. Я думаю, что они повторят попытку подхода к хайграунду. Знаю, что бейбеков на ключевых героях нету. В отличие, наверняка, от плаги. Ну, которые, я надеюсь, позаботятся о том, чтобы денег хватало. Ну, что ж, вот они, плоды. Убийство Рошана Эйгисыр. Правда, пока все это забрал Террор Блэд. Неплохо было бы поделиться. Все, наверное, таким же героям, как Пугнам. Неплохо было бы Сыр, наверное, отдать. Что при этом появилось с Баттерфляй. Шилу тем временем собирает Эйдхантер. Обзаводится, естественно, умествотами Павага. Ну, вот графики это наверняка подтверждают. Да и цифра в 13 тысяч тоже. Гласит о том, что все у Паваги складывается хорошо. Причем Айон Диску Пугн есть. Поэтому, насколько быстро забрать героя не получится. И наверняка, если решат потратить РП, то, ну, это будет снова безрезультативно. Посмотри, как дешево Медведя забирают. Серьезно, чуть ли не 300 монет Палантимосу на облюдечки принесли. Это хорошо, что Медведь по Т4 ушел. Магнус прыгает. Прыгает в нескольких героев. Туда же выдает ультимейт. Наив начинает резать. Вырезает уже Лича. Палантимос просто прячется в декрепифай. И живет. В Змейках путается он, но только сейчас начинает носить урон под ультимейт Ширского Кота. Сейлора выгоняют под фонтан. Наив стоит. Ничего сделать не может. Прыжок на Палантимоса забирает его. Урона хватило, но потратили все ультимейты из возможных. Для того, чтобы подраться, вкатываются в Палантимоса и вывозят его на скьюре почти под фонтан. Палантимоса контролят. Вчетвером забрали его. Команда в это время забирает верхнюю сторону. И кто может, уносит отсюда ноги. Ну, конечно, да. Да, у вас такой группы поддержки нет, чтобы прыгнуть и под фонтаном, попробовать подраться. Ну, вы продали Аегис, вы продали своего кор-персонажа, но при этом вы сломали Ли. Безусловно, в плюсе должны находиться Павага. Плюс ряд выкупов, плюс все потраченные ультимейты под драку были на Пангалиер. Ну, и неужели это будет правда... Слушай, посмотри на Фантом Ассасим. Там где-то Сакрид Рейлик уже есть. Вероятно, да. Что себе эта девочка думает? Может быть, конечно, и шанс. Нет, нет, нет. Это МКБ. Это МКБ, да, против Палантимоса, у которого бабочка уже есть. Так, ну, пока здесь будут заниматься монотонным делом. Сносить Т2 вышку через Бэкдор Протекшн. Ребята из Пангалеров. Можно вернуться к сражению на хайграунде. Там вот очень сильно не повезло Тербейду. Он осматривался по сторонам. Хотел найти таргет для того, чтобы использовать Сандр. В итоге умер. И повторно Магнус, конечно, уже при откатившемся с Кивери, успел завести его под фонтан. Там с ним разобралась вся команда. Хватило контроля. А помочь, как ты сказал, также было некому. Все уже успели либо разбежаться, либо еще там кто-то из героев был при этом Пангалером убит. Но главное, что они свои цели добились. Они снесли бараки, они снесли сторону. Теперь у них хоть какое-то преимущество имеется. На эту линию верхнюю приходится внимание обращать. Контроль, о котором я говорил в драке, что Медведь туда же в общую пачку этого контроля массового очень хорошо может зайти. И на примере на Биггнума напали. Биггнума даже, возможно, заберут. Палантимус сюда подтягивается. Биггнум лопается. И лопается также иллюзия. Палантимус продолжает погоня. Чеширский код без реведжа. Связали двух героев. Полетели в Фантом Эмбрейс найти героев. Есть двойной эзершок. Магнус РП, но Гостик не выдает. Вот ее Пикачу срабатывает Эйон Диск. Наив под БКБ бежит за Джей Фолк. Главное успеть кого-то зарезать. Чеширский код уходит. Отсюда диспелится все это дело. И Чеширский код. Наив еще одну тычку нанести по нему. Получается сделать убийство. Дальше за Пикачу. Щелкает его. Трипл килл. Палантимус единственный, кто в живых остается после этого файта. Они выиграли в данной драке. И в данном игровом моменте, там 2-3 минуты, они выиграли 6к перефарма. 6, черт возьми, тысяч. Это как вообще? Во-первых, это хорошая драка получилась с точки зрения позиционки. Пошли по вага. По одному драться. И по одному их щелкали. А с другой стороны, еще и на следующую драку Фантом Ассасин становится все сильнее и сильнее. Есть уже МКБ и 3000 сверху. Я вот по той драке, сейчас еще одну секундочку договорю, по той драке было видно с Палантимусом, как хорошо работает медведь. Как такой, знаешь, как предмет контроля героев. Когда ставятся змейки вокруг Палантимуса, используется Savage Roar, и он не может выбежать. Он просто стоит в этих змейках, это вообще не знаю, это на Блэкхолл похоже, на еще какой-то массовый контроль, на Финцгрипп. Он вот с одной стороны, Savage Roar, ты хотя бы убегаешь, да, не получаешь все на свете. А там он стоит под Т4-вышкой в окружении вардов, которые его бьют, и никуда не может бежать, и не может ничего использовать, никак избавиться от этого не получается. Интересно. Весьма интересно. Да, при этом, даже несмотря на то, что саппорты качественно отыграли, выиграли много времени, был отличный ультимейт Гримстроука по двум целям с Шаманом и его поддержкой. Для меня лично, моим кумиром является талант на трипл-даггер от ПА. То есть сейчас несколько героев параллельно страдать могут, они причем засвечиваются этим самым даггером. Есть возможность менять цель, прыгать на другого героя после убийства первого, а ты вот на самом деле видел, что произошло с пуганой. Она распалась за один удар буквально, просто рассыпалась, ее искупилили. И это сейчас должно существенно поменять игру в лучшую сторону для Нопанго. Ой, я что-то микрофон забыл включить. Счет, не счет, а экономический. Посмотри, что произошло с графиками. Десятку отыграли, все ушло в ноль. Фантом Ассасин с денежками, с артефактами. И то, чего ей не хватало, то, о чем мы 15 минут назад говорили, что ей банально не хватает урона, сейчас уже все, этот вопрос не актуален. При реально, при хороших критах она убивает самые жирные цели. Два крита переживает Чеширский Кот, полтора крита переживает Палантимос, один крит не переживает Пугда. И вся игра от этого и строится. Лондруид хочет приобрести МКБ на основного персонажа. Фантом Ассасин, я видел, забросила тяжелые времена, требует тяжелых решений. Она все-таки забросила Рапиру туда. Ну, подождем, Гостик. Гостик с РП, ему очень не хотелось бы умирать. Гостик не успевает выдать РП, опять выдает ее, не выдает, воздух выдает ее, не успевает прожать и отправляется в таверну. Та же история была и вверху, в драке возле Т1 вышки. Палантимос начинает пушить вместе с Пугной, очень быстро справляется с вышками. Никита избивает последний барак на топе, остается только центральная линия, но ничего глобально не потратили. То есть Палантимос все так же в форме, у него БКБшка есть, он может драться, матаставил, он тоже не тратил. Палантимос БКБ не прожимает, цепляют его, Хекс работает, работает также сетка от Расты под двум героям. Но все равно живет Фантом Ассасин, дэмэдж не может внести, не может прыгнуть без контроля. И таким образом Палантимос стоит и расстреливает тавер. И сзади стоит Пикачу, просто хилит его, тратит варда, чтобы защитить свои строения. Но с вардами очень быстро справляется Террор Блейд, мы это знаем прекрасно. Из пулемета дальше, через бэкдор протекшн расстреливает барак, ломает, почти уже ломает милишный барак. Наив прыгает в БКБ, дэмэджа не внес, контроля не было. И это минус три стороны, это мега-крепы. Все, вы драться не можете, Магнуса потеряли, массовый контроль потеряли. Наив остается без поддержки как таковой в файте. Ну и продолжают резать. Бигнум прыгает с Блейдмейлом, красивый Эрспирит. Да, теперь два героя в Террор не находятся. Но и тут сыграло непоследнюю роль то, что Магнус до этого тратил бэйбэк. И без него просто как без рук пангольеры не могут нормально провести оборону. Да, они прожимали смоук, они потратили варды шамана, был бэйбэк. Этого все равно недостаточно. И три стороны потеряны. Мега-крепы. Игра для пангольеров очень сильно усложняется. Плюс, ко всему прочему, совсем скоро появится Арашан. Мы узнаем по бонус таймеру, как долго его придется ждать. Но вообще причину Паваги беспокоиться или нервничать по этому поводу просто нет. Могут занять себе спокойно удачные позиции и дождаться его смело убивать. Я думаю, что трудновато будет свой хайграунд. Панголерам покинуть придется, конечно, контролировать три стороны. Либо сейчас постараться максимально сильно отпушить линии и сыграть в некий олл-ин. Прожать смоук, попробовать. Не знаю, может быть даже наугад Гостик прыгнуть в Рошпит. В нужный момент Рапира появляется у Фантомки. Вот он, возможно, момент, который позволит вернуться в игру. У нас тут сражение. Тем временем Гостика проблемы. Прямо теряет лича в это время Павага. Пытается спасти себе скивером жизнь. Гостик не успевает. Опять хотел потратить РП. Не получилось. В этот раз бэйбэк есть. Я сейчас понимаю, что он рофлит. Он постоянно понимает, что сейчас умрет, выдает это РП. Это как шмотки разбиваются. Или там шесть мангов в конце покупается. Что-то похожее. Ну, наив с Рапирой. Вот момент Х. Надо понимать, что сейчас. Не выдай, Магнус, хорошее РП. И не вырежи наив всю команду. Драка, ну, игра, очевидно, будет проиграна. Но там есть еще Блэйдмейлы. И не просто так. Этот Блэйдмейл тарил Бигнум. Сейчас реально наив может выдать один крит в Блэйдмейл. На этом закончится вся игра. Да, но все равно здесь может не последнюю роль сыграть хороший вижн в исполнении Пангалера. Потому что Рапира — это глобальный байт. Рапира валяется на герой и привлекает просто, знаешь, внимание к ПА. Естественно, Павага будет стараться всеми силами с ней разобраться как можно скорее. И Рапиры — это ее лежит. И просто-напросто отправить таверну. Но это может обернуться и противоположно полностью. Где Магнуса будет шанс дать великолепное РП. И если это произойдет, 3, 4, 5 фрагов, может быть, в один момент будут совершены. Естественно, это будет безумно красиво. Палантимос стоит, дежурит. Ждут Рошана. Вот Рошан, руна двойного урона. Мы что-то подобное с бафиком комментировали. Небольшая халявка. Палантимос положил в бутылочку. Он даже сейчас не будет тратить руну двойного урона. Потому что Рошана и так забирают. И сейчас с этим ботлом активируют где-то под хайграундом. И они просто пойдут. И у него урона будет не меньше, чем у Фантомки. Только это будет несколько героев. С иллюзиями, я имею в виду, из нескольких точек еще будет стрелять. С огромным рейнджем. А таки может стоять с километра, расстреливать Т4 в вышке. И просто с аэгисом ждать, когда там соизволит Фантом Ассасин прыгнуть. Реально можно даже форму не тратить, не активировать руну двойного урона. Это можно сделать немножко попозже. Тем более, что реально забайтить просто на себя. Убили третьего Рошана, получили рефрешер, отдали Тайдхантеру. Два потенциальных рейвиджа ждут нас в исполнении Чурского Кота. Правда, сейчас у нас нападение. Минорное такое на одного героя. Здесь Террор Блейда, ультимейт. Да, здесь рейвидж первый, вот Тайдхантера. Два фрага немедленно были сделаны. Вот мой РП от Магнуса. Три героя пойманы были. Фантомка начинает резать персонажа, забирает Эр Спирита. У него байбэк, правда, есть. Он может вернуться в игру. Вбивает аэгис также из Террор Блейда. Чайник к концу подходит. Был под декрепифаем игрок на ПА. Поймал рейвидж. Много маг урона. Лайф Дрейн в итоге падает. Фантомка отправили с Террор, но Рапира валяется на полу. Ее бы забрать. Неплохо было с Ньюстер Гейс на Магнус. В исполнении Лича. Поймали, забирают Гостика после байбэка. И Палантимон забирает Рапиру. Все, что надо было, взяли себе в руки. Просто банально ресурсов не хватило. Во-первых, поймали не очень удачно. Ну, продолжается еще драка. Сейлор прыгает с Ингсвеллом. Но это все, да. Это все. Куров на смех. Это уже не выиграть по Вагу, по-моему, какую-то сенсационную победу. Но Пангольер действующим чемпионом квалификаций на ближайший мейджор от СНГ.